Доброе утро, уважаемые коллеги! Позвольте представиться. Я автор УМК happyenglish.ru Кауфман Клара Исаковна. Все учебники нашего УМК входят в федеральный перечень с грифом «Рекомендовано» на 2012-2013 учебный год. В течение сентября, каждую среду, я проводила семинары по умк happyenglish.ru. Мы освещали разные вопросы и обсуждали с вами. Я надеюсь, что они для вас были продуктивными. Надеюсь, что сегодняшний семинар будет таким же продуктивным. Тема нашего сегодняшнего семинара – это ответы на вопросы учителей, которые мы получаем, когда я выступаю на семинарах, которые приходят в издательство, которые приходят к нам на форум, которые возникают, может быть, даже и у слушателей по ходу моих выступлений. Сегодняшний завершающий семинар, сентябрьский, я посвящаю полностью ответам на ваши вопросы. То есть я буду называть вопросы, которые получены были прежде, и, естественно, жду вопросов от вас. Для того, чтобы наша работа была более продуктивной, у нас будут музыкальные паузы, во время которых вы и сможете обдумать свои вопросы и задать их мне, а я здесь же онлайн на них отвечу. Итак, я начну с песни, которая называется «A Ballad of Stonehenge». Обучающие задачи, которые мы ставим перед учителем, когда они работают с этой песней, это закрепление навыков, грамматических навыков, past simple, активизировать умение задавать общие и специальные вопросы. Вот такая была обучающая задача. А воспитательная задача, вообще-то это визитная карточка нашего учебника. И воспитательной задачей было привитие эстетического вкуса, обращение к эмоциям наших ребят, воспитание, уважение к культуре и истории страны изучаемого языка, то есть формирование социокультурной осведомленности. Итак, давайте послушаем песню, а вы в это время подумайте над своими вопросами. Грузимся, одну минуточку. Приветствую участников ЭПКРО. Вы, по-моему, не в первый раз на моем семинаре. Очень приятно. Вы, по-моему, не в первый раз на моем семинаре. ЭПКРО. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Итак, вопрос. Когда появятся учебники для третьего и четвертого класса? У нас в городе в продаже только второй класс. Уважаемые коллеги, я не знаю, как работают торгово проводящие сети в ваших городах, но то, что мы имеем сейчас в издательстве на сегодняшний день и то, что можно приобрести в издательстве и в интернет-магазине, выложено перед вами. Значит, что у нас сейчас есть? У нас есть выложено на сайте, и мы ждем на следующей неделе поступления рабочей программы для второго-четвертого класса, но она давно уже выложена на сайте EnglishTitches.ru, и вы можете ее спокойно скачать. Далее у нас есть интерактивные плакаты для второго-четвертого класса, и я думаю, вы не в курсе, где они, эти плакаты. Интерактивные плакаты, которые появятся в конце сентября, в начале октября в продаже. Далее в продаже учебник для второго класса, книга для учителя для второго класса, две рабочие тетради для второго класса и аудиодиск. Имейте в виду, что выпуск для второго класса 2012 года, там исправлены все опечатки выпуска 2011 года. Третий класс – это учебник, две рабочие тетради и аудиодиск. Хочу сказать, что учебники для начальной школы написаны в связи с требованием СанПИНа таким образом, что все домашние задания находятся не в учебнике, а в тетрадях рабочих. Поэтому очень важно иметь сразу же и рабочую тетрадь, и диск. Я говорила, что слушание диска для формирования навыков аудирования обязательно. Четвертый класс в продаже – учебник. Рабочая тетрадь номер один и ушла в типографию рабочая тетрадь номер два. Аудиодиск. Книга для учителя появится в продаже в январе 2013 года. Сразу же вопрос. Я так понимаю, учебники предполагают широкое поле для проектной деятельности. Есть ли примеры проектных работ, есть ли планы проектов, как пример в книгах для учителя. Все это есть проектные работы, начиная со второго класса. Есть в учебниках. Есть примеры, как разрабатывать и в учебниках, и в книге для учителя. Вы, наверное, не очень еще хорошо знакомы с нашим УМК. Вопрос. Я занимаюсь по вашим учебникам в среднем звене с пятого по девятый класс. Очень нравится, результаты хорошие. Когда появятся учебники для десятого, одиннадцатого класса? Уверяю вас, уважаемые коллеги, это не выдуманные вопросы. Они к нам приходят почти ежедневно. Поэтому мне приходится на них отвечать, хотя некоторые уже даже кажутся немножечко смешными и очевидными. Потому что учебник для десятого класса уже в продаже третий год, а учебник для одиннадцатого класса в продаже второй год. То есть, вот перед вами учебник для десятого класса, две рабочие тетради, аудиодиск и книга для учителя. И выходит, готовится компьютерное приложение. То же самое одиннадцатый класс. Одиннадцатый класс – это учебник, две рабочие тетради, все они в продаже. И книга для учителя, вот единственное, мы должны книгу для учителя, аудиодиск в продаже. Готовится компьютерная программа. Вот пишут, что вебинары, действительно, простите, у нас вот действительно онлайн-консультация завершена, поэтому я буду читать вопросы, отвечать на них. Значит, пишут, что да, я только планирую на вашу МК перейти в ваши вебинары. Меня вдохновили, спасибо за ответ. Мне очень приятно, что мои вебинары действительно приносят пользу. Значит, спрашивают, будут ли изменения в учебниках для среднего звена в связи с требованиями ВГОС. Сейчас я об этом расскажу. О том, как отличаются учебники по ВГОСу и по ФК, расскажу очень подробно, это очень важно. Вопрос следующий. В пятом классе мы начинаем изучать второй иностранный язык. Можно взять ваш учебник для пятого класса, я так понимаю, для обучения английскому языку, как второму иностранному, когда это первый год обучения. И сопутствующий вопрос. Возможен ли переход на вашу МК после начальной школы? Итак, в составе нашей учебной линии есть два ОМК. Перед вами верхний ряд. Это ОМК happyenglish.ru для пятого класса. Теперь он называется для пятого класса первый год обучения. И в продаже учебник, книга для учителя, две рабочие тетради и аудиоприложение. Вот этот учебник написан для тех ребят, которые до пятого класса не изучали английский язык, которые берут английский язык, как второй иностранный, с пятого класса. И так у нас построена наша учебная, наш ОМК, что в шестом классе у нас встречаются вот этот ОМК. ОМК для пятого класса первого года обучения. И ОМК, нижний ряд, это для пятого класса. Раньше он назывался четвертого года обучения, но поскольку у нас теперь все обязаны ребята изучать английский язык со второго класса, поэтому он называется учебник для пятого класса. Значит, вот это учебник для пятого класса четвертого года обучения. Это учебник, книга для учителя, две рабочие тетради, аудиоприложение и компьютерная программа. Сейчас я даже вам покажу, у нас есть, у нас есть, вот даже эти диски, то есть в продаже компьютерная программа для пятого класса четвертого года обучения. И вот занимаясь по этим учебникам, в шестом классе ребята уже переходят на один учебник. Так построена программа. Конечно, в пятом классе, она четвертого года обучения, она более насыщена на фоне новизны видов деятельности, повторяется все то, что изучалось, должно было быть изучено первые три года. Вот тут как раз пишут, что вот меня переход интересует после четвертого класса. Совершенно замечательный переход после четвертого класса, если вы занимались по-другому МК. Вот на этот МК пятого класса четвертого года обучения. Я немножечко потом еще подробно остановлюсь, почему действительно возможно осуществить переход. Потому что учебник написан таким образом, что возможен переход после четвертого класса на нашу МК. А как подробно, ждите буквально через минут 15-20, я это расскажу. Вот как раз я тут и отвечаю на ваш вопрос. МК для пятого класса, четвертый год обучения. При написании МК авторы придерживались модульного принципа, когда при переходе изначальной школы в основную на фоне новизны видов деятельности осуществляется всеобъемлющее повторение лексического, грамматического материала, изученного на предыдущем этапе. То есть в пятом классе мы на фоне нового повторяем все изученное, начиная с алфавита, и начиная с грамматики, начиная с местоимения, начиная с глагола to be. То есть мы идем вперед за счет расширения лексики, за счет усложнения задач, но на грамматике мы основываемся как бы априори, считая, что ребята в ознакомительном плане ознакомились с грамматикой в начальной школе и снова ее очень детально повторяем. Кстати, рекомендую вам, рекомендую познакомиться с онлайн-дневником на сайте EnglishTeach.ru онлайн-дневник Митюгиной Татьяны Геннадьевны, это учителя высшей категории из села Кокино Брянской области, нашего большого друга и помощника, вот эту презентацию, которую вы видели, песня эта она сделала, она ведет очень интересный онлайн-дневник по пятому классу, четвертого как раз года обучения, и там вы можете урок за уроком проследить, как проходит процесс обучения. Значит, в чтении осуществляется модульный принцип вот при переходе после четвертого класса на наш УМК пятого класса. Значит, что касается чтения, это становится возможным за счет наличия в учебнике полноценного повторения правил чтения, которое включает в себя отработку техники чтения, повторения транскрипции, а также отработку произносительных навыков, полноценного обучения стратегиям чтения, ознакомительного, изучающего, просмотрового, книги для домашнего чтения, которые входят в состав учебника, то есть те ребята, которые посильнее, которым требуется больше, хотя учебники очень много интересных заданий именно для сильных ребят, для умненьких ребят, но у нас еще написано специально для пятого класса отдельное, в содружестве с носителями языка, отдельная книга для домашнего чтения, которая называется «Bob the Hedgehog and his friends». Некоторые пишут в издательство, пожалуйста, немедленно я получила весь УМК для пятого класса, но где же книга для домашнего чтения? Повторяю в тысячи первый раз. Все у нас сделано для удобства учителя. Книга для домашнего чтения входит в состав учебника последними двумя уроками каждого раздела. Познакомьтесь, пожалуйста, внимательно, а потом пишите в издательство такие гневные письма, где же книга для домашнего чтения. И вот там ваши ребята, которые, может быть, занимались дополнительно по английскому языку, не забыли многого из начальной школы. Вот там они окунутся в мир английского языка, во всю грамматику, пройденную в начальной школе, а это и present simple, и past simple, и future simple. И это огромное поле деятельности и для учителя, и для сильных ребят. Если же класс слабый, учитель немножко корректирует свою работу. То есть вот этот учебник предполагает различные виды деятельности с учениками разных способностей и разной подготовки. Да, правила чтения мы повторяем очень активно как в пятом классе, так и во всех других, но вот очень целенаправленно в пятом классе и очень целенаправленно в десятом классе. Я еще на этом остановлюсь чуть позже. Модульный принцип грамматики достигается за счет подробного объяснения изученного ранее грамматического материала большего количества случаев употребления грамматических явлений. Например, вот мы изучаем глагол to be, даем случаи употребления, очень подробно изучаем и повторяем present simple, и даем новые случаи употребления уже, как я говорю, во всей красе использования present simple. То есть ребятам скучно не бывает, и отрабатываем, конечно, грамматические явления в коммуникативных упражнениях, проблемных заданиях и проектах, то есть выходим на говорение, на хорошее говорение. Повторяем и расширяем базовые лексические темы, изученные в начальной школе. В школе есть англо-русский словарь, в этом учебнике, в котором помещена вся лексика данного учебника, и даем очень интересную социокультурную информацию о стране изучаемого языка, нормах и правилах общения. С учебника пятого класса у нас начинается сюжет, о сюжетах я тоже буду говорить отдельно, но у нас второй, четвертый класс объединены единым сюжетом, очень интересным, пятый, девятый отдельный сюжет и десятый, одиннадцатый. А зачем нам нужен сюжет, опять же скажу позже. Вот кто-то пишет, кстати, тексты для чтения очень интересные, повторения, и в повторении используются новые темы, которые не проходили в начальной школе. Да, очень широко мы, так сказать, надеясь на то, что все-таки ребята что-то узнали в начальной школе, но, не забывая повторять и лексику, и особенно, оговорюсь, грамматику и правила чтения, расширяем темы, одна там только тема «Эдинбург» чего стоит, то есть ее можно и в десятом, и в одиннадцатом взять и почитать, очень интересно. То есть пятый класс очень интересный и красивый, и способствующий сохранению и продлению мотивации к изучению английского языка. Вопрос. В продаже появились ваши учебки для шестого и седьмого класса под другими обложками. Они отличаются от существующих? Ответ. Значит, сначала я скажу по... Сейчас одну минуточку, вот мы так вот сделаем, и потом вернемся. Значит, в связи с переходом на новый в ГОС учебники пятых, девятых классов, значит, пятого, шестого, седьмого, восьмого и девятого класса подвергались очередной экспертизе. По результатам экспертизы в учебнике был внесен ряд изменений в соответствии с требованиями экспертов. Но эти изменения не носят принципиального характера и не повлияли на объем, содержание и структуру учебников. Вот это касается учебников пятого, вот четвертого года обучения, которое я вам показывала, восьмого и девятого класса. Там в основном косметические изменения в этих учебниках. Что касается учебников шестого и седьмого классов, в них были внесены изменения и по инициативе авторов. Из учебников исключена образная подача грамматического материала, поскольку появились учебники для второго, третьего и четвертого классов, в которых оправдана такая подача материала. То есть, кто работает по нашим учебникам, скажу проще, что дракоши у нас перешли во второй, третий, четвертый класс, используются очень активно. Мы, естественно, эту систему усовершенствовали над апробацией, которой мы уже работаем 20 лет. А из шестого и седьмого класса убрали мы образную подачу материала. И грамматический материал излагается в традиционном виде. Исходя из того, что по большей части он не является для учащимся новым, и нужды в упрощенном объяснении нет. Новые варианты учебников в продаже. Вот сейчас мы чуть-чуть с вами вернемся назад, и я вам покажу. Вот посмотрите, вот новые обложки учебников шестого и седьмого классов. Они отличаются по объему, но я вам хочу сказать, кроме того, что мы изменили, то есть убрали образную подачу материалов, ничем они так особенно существенно не отличаются. Изменились, естественно, номера страниц, но все тексты, упражнения, проекты, песни, все осталось на месте. Но, естественно, они продаются под другими обложками. Вот, значит, с уголками они, это значит, в ГОС. Состоят они, опять же, из учебника рабочих читателей, книги для учителя, аудиодиска. И шестой, и седьмой класс теперь в продаже компьютерные программы для шестого и для седьмого классов. Вот вы видите их перед собой. Значит, и сразу же спрашивают, что какой теперь грамматический материал изучается в шестом-седьмом классе. Все то же самое. Все то же самое, еще раз повторяю. Все тот же грамматический материал. Значит, в шестом классе мы очень подробно и очень детально с расширением случаев употребления работаем с past simple и future simple, а в седьмом классе мы работаем с present perfect и past perfect, как и было. Все то же самое. Убрали только образную подачу материалов. Значит, вот новые обложки учебников шестого и седьмого класса. Они в продаже. Вот старые обложки шестого и седьмого классов, которые для учителей, которые работают по федеральному компоненту. Они тоже в продаже. И, в общем-то, вы можете, если у вас нет такой возможности приобрести новые, то вы можете смело заниматься по-старым, и ничего криминального в этом нет. Итак, вопрос следующий. Когда появятся рабочие программы? Я так понимаю, вы имеете в виду авторские рабочие программы. Они теперь просто называются рабочие программы. По рабочим программам у нас был очень интересный семинар, который проводил Алексей Васильевич Конобеев по тому, как написать рабочую программу. То есть у нас существует иерархия следующая. То есть существуют государственные документы. Государственные документы. Сейчас одну минуточку, Люба, вот этот вопрос посмотрит. Вот тут пишут уже вопросы, мне надо, так сказать, не пропустить его. Значит, существует государственный стандарт и примерные программы. Далее авторы составляют свои рабочие программы, а учителя, руководствуясь программными документами и рабочей программой автора, на этой основе составляют свои рабочие программы. Что же у нас есть к нашему ОМК на сегодня, на 26 сентября 2012 года? Существует рабочая программа авторская для 2-4 классов. Рабочая программа выложена, значит, на сайте, вот пишу, как найти главная страница, ресурсы и рабочая программа. И к нашей радости, вчера на сайте EnglishTeaches.ru мы выложили рабочую программу для 10-11 классов тоже. А в продаже они появятся, ну вот рабочая программа для 2-4 класса появится на следующей неделе в продаже программа, а для 10-11 через месяц. Вот это рабочая программа для 10-11 классов, естественно, под федеральный компонент, в ГОС мы еще не можем вам дать программу, потому что учебники сейчас все, все в России, 10-11 класса проходят экспертизу. О результатах вы узнаете в декабре этой экспертизы. Так, и теперь вот вопрос такой, Оксана Ольшанская задает. Значит, планируется ли добавление песен в учебники 8-го и 9-го классов после большого количества замечательных песен в 6-м и 7-м классе, нам их потом не хватает. Дети расстроены. Я вас понимаю, вы понимаете, немножко лирическое отступление. Вот 8-й класс, ведь очень многое, вы знаете, что все песни авторские, что тексты составляют, пишет Мариана Юрьевна Кауфман, мой соавтор и моя дочь, и очень многое зависит от настроения, конечно, авторов. Вот, к большому сожалению, в 8-м классе у нас были личные, очень большие потери для нас, ушли мои дорогие родители и очень близкие родственники, поэтому, вы понимаете, все это какой-то, то есть нужен кураж, как я говорю. Вот такого, к сожалению, куража не было, но, если я не ошибаюсь, там есть прекрасное стихотворение о том, почему надо читать книги, да, прекрасное стихотворение. И я вам обещаю, что вот сейчас, написав линию со 2-го по 11-й класс, мы написали с Марианной Юрьевной 11 учебников, процесс написания у нас занял где-то 13-14 лет, это большой кусок нашей жизни. И сейчас, немножко вздохнув, мы обязательно к классам, где мы можем еще, так сказать, добавлять, обязательно мы помним о 8-м классе и обязательно это сделаем. Относительно 9-го класса, значит, обращаю ваше внимание, что в новом выпуске диско для 9-го класса все стихотворения, вот песня пилигримов там прекрасная, там прекрасный рэп, Teenagers song, он называется My Parents are Fine, I Can't Complain, он тоже положен на музыку, и они все, вы их все можете, так сказать, положенные на музыку, найти в новом выпуске диско для 9-го класса. Вопрос следующий, с большим интересом читаю онлайн-дневники учителей-апробаторов, хочу принять участие в апробации ваших учебников, как это сделать? Значит, опять же, лирическое отступление, когда в прошлом году вышел наш учебник 2-го класса, и нам многие говорили, учителя где-то в течение, я не знаю, 5-7 лет просили нас, Когда вы напишите началку, когда вы напишите началку, хочу вам сказать, что труднее процесса, чем написание учебников для начального блока для нас не было. Мы подошли к этому с очень большой, мы подходили вообще, зная вот это все, пройдя весь этот путь, а это очень непростой путь, я вам хочу сказать. Авторские написания понимали, что самое сложное, это написание книг для начала, учебников для начального блока для 2-го, 3-го и 4-го класса. Но писали, мы к ним очень долго готовились, где-то 5-7 лет мы все время думали, обдумывали, многое меняли, проводили все время, опробировали и писали на одном дыхании, потому что все это уже было создано давно в наших головах, и мы прошли большой опыт. И поэтому мы в прошлом году объявили онлайн-апробацию наших учебников со 2-го по 11-й класс, и была апробация. Но самое интересное был конкурс онлайн-дневников учителей, которые работали по 2-му классу. И с содержанием онлайн-дневников вы можете ознакомиться на сайте EnglishTeaches.ru в разделе онлайн-дневники, в разделе Федеральный УМК HappyEnglish.ru. Там этот раздел просмотрело более 12 тысяч учителей. И то, что действительно вот этот процесс апробации был успешен, свидетельствует то, что в этом году очень много учителей взяли для работы наш учебник 2-го и 3-го, и уже многие пишут и 4-го класса. В этом году у нас происходит онлайн-апробация, опять же, всех учебников, и вы можете опять ознакомиться с отчетами онлайн-апробаторов по 2-му классу, по 5-му классу и с онлайн-дневниками. А как это сделать? Вот у меня тут сидят сотрудники издательства, которых я очень уважаю, вот именно как раз курируют, которые эту работу. Я правильно пишу, что надо зарегистрироваться, Любовь Фикна, на Connect? Вот здесь сидит человек-бридж, кличка-бридж, которая с вами общается по многу раз в день. Значит, надо послать заявку на Connect EnglishTeaches.ru. Спрашивают, в ОМК входит методическая литература по коммуникативным играм в начальной школе. Вы знаете, об играх я сделаю отдельный семинар. Теперь я буду выступать в январе, я думаю, в январе-феврале. Следующая серия выступлений будет. И у нас, например, во втором классе у нас более 20 игр. И по каждой игре, вот я даже остановлюсь, по-моему, на одной сегодня игре, все методические комментарии даны в учебнике и в книге для учителя. Кстати, игры наши уникальны, опять же, придуманы авторами. Но не думайте, что мы просто сидим и высасываем из пальца. Мы в курсе того, что всех методических новинок, того, что творится в России и, естественно, за рубежом, потому что второй мой соавтор Марьяна Юрьевна Кауфман, она выпускница МПГУ бывшего имени Ленина, Московского государственного педагогического университета и выпускница Эссекского университета, имеющая степень магистра социолингвистики. Поэтому она работает в школах Германии, работает в содружестве с преподавателями Эссекского университета в Англии. И вот я буду говорить сейчас на этом семинаре о том, какие новинки у нас в учебниках 10-11 класса. И вот разделы экзем-ноу-хау она описана в содружестве с преподавателями Эссекского университета. Вопрос. Сейчас существует много УМК по английскому языку. Глаза разбегаются. В чем вы видите принципиальное отличие УМК happyenglish.ru? Ну, я в своих семинарах посвящаю этому отдельный даже блок. Но скажу вот вкратце, очень сжато, поскольку я еще и бывший в прошлом учитель практик. И все ваши проблемы знакомы мне не понаслышке. Я преподавала в общеобразовательной школе английский язык по учебнику Старкова в течение 23 лет. И вот как учитель практик, скажу вам вот с точки зрения не автора своего УМК, а учителя практика. Действительно, заходишь в магазин, глаза разбегаются. Только начальных, по начальной школе 16 линий УМК. Значит, наш УМК happyenglish.ru написан специально для российского учителя и для российского ученика. Адресован российскому ученику и учитывает его менталитет и особенности восприятия английского языка вот именно с точки зрения российского ученика. Вот это первое. А второе. Теоретический материал урока изложен в доступной форме, что позволяет ученику многократно возвращаться к изучаемому материалу. И в случае пропусков уроков самостоятельно разобраться в нем. Вот это главное. Только вчера учительница, апробатор второго класса написала, что вот девочка пропустила, отдыхала с родителями. И вот пропустила-то всего пять уроков, а уже не может войти в контекст учебника. Я пишу, а в чем дело? Ведь вот именно учебник и для того написан, чтобы дома ребенок с мамой мог спокойно разобраться. Причем все теоретические объяснения во втором классе по поводу объяснений правил чтения записаны на диске моим голосом, так сказать, со всеми нюансами, со звуками, как произносится и так далее. И тут учитель-апробатор пишет, проблема в том, что не приобрели учебник. Вот проблема только в этом. То есть вот основное отличие, я вижу, что учебник дает возможность соблюсти принцип автономии ученика. То есть мы ученику и его маме даем в руки тот инструмент, с помощью которого они в состоянии самостоятельно разобраться в изучаемом материале. И это вот то, что весь теоретический материал в доступной, интересной форме изложен в самом учебнике, дает возможность нам не терять по дороге ребят, которые, не усвоив несколько тем, уже и не пытаются идти с классом дальше, продолжать дальше. И вот хочу показать на примере немножко буквально, вот как я сейчас только сказала, что все есть в учебнике. Все есть, все, что, весь теоретический материал, который должен быть, и прошу прощения, сейчас найду нужный материал, потому что мне трудно читать с экрана. Вы видите страницу, вы видите страницу, это урок номер, по-моему, урок номер 2. И вы видите страницу учебника, это, да, урок номер 2, где вы видите вот на заставке, это буквы, которые предстоят. Это как бы интерактивная доска, интерфейс интерактивной доски, и пока еще не знакомы ребятам. И ребята начинают знакомиться с буквами и погружаются вместе с героями учебника. Герои учебника это россиянка Аня Ровесница, наших восьмилетних учеников российских, и Ворон Седрик. Ну, наверное, имя вам сразу говорит о том, что мы параллельно сообщаем и социокультурную информацию. Один из шести сейчас живущих в Тауре Воронов, имя его Седрик. Итак, Аня сидела в саду, когда рядом с ней опустился Ворон. В ту же секунду мир вокруг изменился. Где я в ужасе, прошептала Аня. Ты только не волнуйся, ты попала в мир ожившего английского языка, прокаркал Ворон. В этом мире звуки, буквы и предложения оживают. Я Седрик. Я всех тут знаю. Ты ведь хотела выучить английский язык? Вот я и перенес тебя сюда. Аня улыбнулась и представилась. А знаешь, Седрик, мне и правда очень хочется подружиться с Бетти Уиллом и Хьюга. С чего начнем обучение. То есть вот один из самых главных мотивов восьмилетних детей, вот маленьких детей. Им хочется общаться на языке. Вот и этот мотив мы поддерживаем. А там по сюжету Аня знакомится с английскими сверстниками. Торопиться не будем. Сначала направимся к буквам и звукам. Они здесь главные. Пока не разберемся, дальше не продвинемся. О, грехи мои тяжкие. Опять все сначала запречитал Ворон. И сразу же обращаемся, так сказать, к эмоциям и чувствам. И вообще, так сказать, вот к ученику как к личности. Ответ на вопрос. А почему Аня очень захотела выучить английский язык? То есть здесь вы можете проверить сформированность навыков техники чтения на родном языке. А почему ты хочешь выучить английский язык? Третье. Как знание английского языка может помочь тебе в жизни? Очень интересный ответ. И сейчас учителя-аппробаторы пишут, давали, ребят, такие необычные ответы. Вот интересно почитать вам, рекомендую. А для чего же детям 21 века нужно знание английского языка? И теоретические материалы, о которых я говорила. Вот чем отличается наш учебник? То, что все, что нужно ученику для того, что весь теоретический материал изложен в доступной форме на родном языке ученика. Причем еще это же, вот все объяснения правил чтения даны в рубрике «Уроки Ворона». Все рубрики «Уроки Ворона» во втором классе записаны на диск «Моим голосом». Вы можете там познакомить учеников, сказать, что автор читает, вам еще раз объясняет это вам. Итак, согласная буква Н обозначает звук Н. И вы видите, как это визуально все представлено. У нас все буквы персонифицированы. Ребятам интересно с ними играть. Они изготавливают этих пушистиков. А дальше мы вкладываем в уста девочки Ани тот вопрос, который, естественно, возникнет у ребят, когда они будут смотреть на этот рисунок. Ну, какой же вопрос возникнет? Естественно, они спрашивают, а что это за знак в квадратных скобках? И Ворон подробно объясняет, что английский алфавит состоит из 26 букв, что буквы нужны для обозначения звуков на письме. А вот этот знак означает, что это знак транскрипции. И ребенок, если он забыл, много раз может вернуться к этому объяснению. И дальше вы видите уже вот слева сценки с уроков, как ребята изучают. У нас в рабочей тетради для второго класса дан разрезной материал, чтобы ребята на следующем уроке вырезали буквы и работали с ними. Итак, Ворон говорит, вернемся к звуку Н. Аня и говорит. Опять же мы идем, следим за процессом восприятия, как я говорила, что мы учитываем менталитет и особенности восприятия английского языка российскими школьниками. Она говорит, я поняла, звук Н в английском языке похож на звук Н в русском языке. А Ворон отвечает ей, немножко поправляет. То есть здесь мы идем еще, работаем и над частотой произношения. Верно, но когда ты произносишь английское Н, кончик языка касается бугорков за верхними зубами. А когда ты произносишь Н, кончик языка касается верхних зубов. Посмотри в зеркало, когда ты будешь произносить Н, ты не увидишь кончик языка, а когда ты будешь произносить Н, увидишь. И дальше алгоритм введения звука. Послушай, как произносится Н, говорит английский диктор. Повтори звук Н за Седриком и произнеси звук Н. И второе в рабочей тетради. Напиши три заглавные буквы Н и три строчные. При этом называй их шепотом. Прошу вас, вот опять же апробаторы пишут, что мы работаем над каллиграфией. Вы знаете, авторы не закладывали этот урок. Урок у нас рассчитан поминутно. Поэтому более трех букв писать не надо. Словарными диктантами увлекаться не надо. У нас весь второй класс посвящен... Ребята и так запомнят слова, я вас уверяю, потому что им интересно. Они играют с ними, они очень много раз проигрываются в разных ситуациях и так далее. Учебник второго класса – это букварь. Главная задача во втором классе – это научить ребят читать. А научив читать, мы дадим им в руки то средство, на основе которого они будут овладевать и письмом, и аудированием, и говорением. Поэтому, если слово, например, «из» они могут прочитать, мы вводим его. Но «а» не вводим. Спрашивают, а почему мы парадигму «туби» не вводим? Вводим потому, как идем вслед за логикой изложения материала. То есть идем потому, как ребята могут... Могут ли ребята прочитать это слово или нет? То есть у нас, основной из наших принципов – это принцип сознательности. Все, что, поскольку у нас данность, много раз повторяю, это не англоязычная среда, и преподаватель не носитель языка, и ребята слышат английский язык от силы где-то час-полтора в неделю, а не восемь часов в день, поэтому, значит, один из ведущих принципов, на котором мы основывались и закладывали в основу наших учебников – это принцип сознательности. Все, что ребята читают в нашем учебнике, они понимают. Все, что слышат, они понимают, ничего не воспринимают, как речевое клише. Мы в редких случаях к этому прибегаем, потому что, используя свой опыт, опираясь на свой опыт учителя, опираясь на опыт многолетней апробации, вы знаете, все, что ребята услышали и не подкрепили, еще и рецептивно, зрительно и так далее, все это как быстро пришло, так быстро и уходит, к сожалению, потому что нет иноязычной среды. И вот тут пишут, и это правильно, порой в родном языке дети читают, не понимая, очень плохо. У нас вот принцип сознательности действует на 100% в наших учебниках. Ну вот немножко увлеклась вторым классом. Вы еще не устали, вам все слышно, все понятно, интересно ли вам содержание семинаров? Откликнитесь, особенно, значит, участники, которые сидят в ИПК, мне интересно, пожалуйста, мне очень интересна обратная связь. Итак, следующий вопрос. Коллеги рассказывали, что сюжет учебников пятого-девятого класса способствует поддержанию мотивации в занятиях языком, что ребята, да и коллеги сами часто читают тексты, забегая вперед. А есть ли сюжет во втором-четвертом классе? Ответ такой, что у нас, я вам говорила, три модуля. Второй-четвертый класс, пятый-девятый, десятый-одиннадцатый. Каждый из модулей объединен очень интересным сюжетом. Я даже не знаю, какой лучше выбрать. В пятом-девятом ребята знакомятся с мальчиком, который попал в наше время из 16 века, знакомятся с историей Англии, принимают увлекательнейшее участие в поисках камня судьбы. Все ребята, которые занимаются по нашему учебнику, а мне говорили и учителя, что мы вместе с вашими учебниками сами познаем историю, культуру Англии, историю возникновения языка. И поэтому, значит, действительно учебники действительно интересные. Ребята с интересом следят за ходом событий и действительно читают тексты вперед, чтобы узнать, что же произошло дальше. Я даже... Да, и все содержания, для удобства, опять же, учителя, содержания всех учебников, то есть сюжет, он непридуманный, понимаете? Вот сюжет, он, краткое содержание, написано в книгах для учителя, для того, чтобы учителю быстро сориентироваться. Но, понимаете, для чего нам сюжет? Для того, чтобы просто сказать, что, вы знаете, а у нас есть сюжет. Ну, сейчас, так сказать, авторы всех учебников говорят, у нас есть сюжет. Наш сюжет действительно, он спущен, наверное, к нам какими-то высшими силами, потому что он настолько натурален и естественен, что вот действительно хочется знать, что же происходит дальше. И с помощью сюжета, для чего нам, как учителям, как авторам нужен этот сюжет, что с помощью сюжета мы создаем ту коммуникативную ситуацию на уроке, что изучение нужной нам лексики и грамматики становится действительно для ребят естественным, оправданным и нужным. Даже чисто тренировочные упражнения принимают коммуникативный характер, потому что мы пишем не просто раскрой скобки, а помоги, например, агенту кьюту прочитать шифровку, помоги ребятам, для того, чтобы продвинуться дальше в поисках, нам надо решить вот этот кроссворд, чтобы найти там третий ключ, в девятом классе они ищут сокровища. Поэтому сюжет нам помогает очень, даже в объяснении грамматики мы говорим, а представь, что с ребятами уже это случилось, и перескажи этот рассказ от лица, например, Робина, который уже это все видел, и так далее. Или мальчик из настоящего времени попал в прошлое, и хочется есть, хочется пить, но что же делать? Он выходит на рыночную площадь и говорит, что «а я могу вам предсказать будущее», то есть пользуясь тем, что он мальчик из 20 века, он предсказывает будущее. Что же случится? И так мы в интересной форме рассказываем о том, какие события случатся после 1599 года, там, королева Елизавета и так далее, в истории Англии. И все это, во всем этом помогает нам сюжет. Например, вот сюжет третьего класса, я говорила, что второй, четвертый имеет свой сюжет, пятый, девятый и десятый, одиннадцатый. Вот, например, сюжет третьего класса. Очень нам нравится такой, очень он динамичный и недавно придуманный в Happy English. Ру для третьего класса. Аня находит волшебную палочку и случайно оживляет главного врага воронов-хранителей Тауэра, волшебницу Моргану. Седрик открывает Ане секрет легенды о воронах в Тауэре, согласно которой, если вороны улетят из Тауэра, со страной случится большая беда. Аня понимает, какую ошибку она совершила, оживив Моргану, и вместе с Седриком отправляется на поиски Морганы. Преследуя злую волшебницу, как в современном Лондоне, так и в волшебной стране английского языка, ребята вместе с Аней примут участие в увлекательном приключении. Вместе доберутся и до удивительной развязки, когда злая волшебница, очарованная современным миром, превратится в добрую и откажется от злого колдовства. Вот тут пишут, что ваша линия МК действительно интересна не только для учителей, но и для учеников. Сюжет увлекает детей. А это ведь один из главных рычагов поддержания, мотивации в изучении языка. Спасибо. Ну и вот для того, чтобы чуть-чуть нам отдохнуть, а у меня еще есть вам что рассказать, я буду рассказывать, как мы готовим к ЕГЭ, ГИА и ЕГЭ. Я предлагаю, вот раз уж мы заговорили о третьем классе, значит, у нас вот тут и учителя пишут, которые знают, что у вас очень много песен в пятом, седьмом классах, а дальше нет. Во втором и четвертом классе у нас в одном только третьем классе 11 песен. Вот и не только песни у нас. Мы следуем в ногу за нашими ребятками уже 21 века и видим то, что интересно им. И сделали вот такую песню, называется Family Rap, для того, чтобы им это, мы поняли, что им это нравится. Учебная, обучающая цель – это закрепление лексики по теме семья и активизация навыков, умений и навыков характеризовать членов семьи, то есть не только называть, но уже и добавлять, а какие они. А, естественно, воспитательная цель – это воспитание, уважение к старшим. Это вот все реализация идей в ГОС. Давайте послушаем, немножко отдохнем и пишите ваши вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну вот, песни могут использоваться, а это не только песни. Я на прошлом семинаре о песнях много говорила о том, что песня – это только часть урока, что песни предшествуют задания, и дальше идут последующие задания, и они, естественно, способствуют поддержанию мотивации, могут использоваться и как динамические паузы, и в концертах, и у ребят, у которых плохой, например, слух и голос может быть не совсем хороший, они… Вот рэп дает такую им возможность просто динамично проговаривать текст. То есть, возможности наш учебник открывает очень большие. Ну, как… Не вижу ваших откликов на рэп и не вижу ваших вопросов. Жду активной работы от вас тоже. К сожалению, не могу найти онлайн-дневники апрабаторов. Подскажите, пожалуйста, где их можно найти. Так, не уходите, пожалуйста, с семинара. Значит, онлайн-дневники апрабаторов. Вы идете, значит, выходите на EnglishTeachers.ru, дальше идете на форум, а на форуме находите федеральную линию ОМК Happy English 3, и там есть подраздел онлайн-дневники апрабаторов. Это этого года. А онлайн-дневники прошлого года для второго класса находятся… В ресурсах или они в конкурсах? Находятся в разделе конкурсы. Но мы это вам напишем и постараемся эти онлайн-дневники апрабаторов переложить тоже куда-нибудь поближе. Вот хорошо, что вы нам… А, вот уже нашли. Не уходите в чтение, работайте с нами. Сейчас я буду говорить о подготовке ГИА и ЕГЭ. Итак, вопрос. Готовят ли ваши учебники к сдаче ГИА и ЕГЭ? Ответ. Сейчас я постараюсь вам, так сказать, подтвердить свое утверждение, но хочу сказать, что наши учебники готовят к сдаче… Во-первых, значит, мы, как авторы, при написании учебников руководствовались, я как говорила я вам, стандартом и примерными программами. И все требования по языку, написанные, заявленные в примерной программе, выполнены нами на 100%. Когда учебники проходят экспертизу, эксперты тоже проверяют, естественно, учебники на соответствие. Поэтому выполнен каждый пункт примерной программы. Это во-первых. По всем видам речевой деятельности – это аудирование, говорение, чтение и письмо. Поэтому наши учебники готовят к сдаче, я бы сказала, может быть, сегодня они называются ГИА и ЕГЭ, а потом как-то будут называться по-другому, я бы сказала, национальных экзаменов, начиная с первого урока второго класса и заканчивая последним уроком одиннадцатого класса. Как мы это делаем, я вам сейчас покажу. Там вот, кстати, у конкурса онлайн-дневников, там каждый из апробаторов в прошлом году написал более 80 страниц. Это очень интересно, очень ценно. Кстати, по замечаниям учителей-апробаторов, они нам очень помогают, мы исправили какие-то неточности, опечатки в учебниках. То есть огромное спасибо. То есть мы все время работаем вместе с учителями. Смотрим на реакцию учителей и мгновенно реагируем. Вот кто-то пишет. Мои дети девятого класса в прошлом году сдали ГИА на отлично, обучаюсь по вашим учебникам. Огромное спасибо. Итак, вот возьмем второй класс, как я сказала, с первого урока второго класса. Итак, вот первая страница учебника второго класса. Позволю ей зачитать ее, поскольку вам дальше будет понятнее, для чего я это делаю. Началось все с того, что Аня вместе с папой и мамой полетела в Англию. Это рубрика «Путешествие в королевство». В самолете Аня задумчиво ли стала учебник по английскому языку. Все-таки в Англии все говорят по-английски. Но сама не заметила, как заснула. А разбудила ее мамин голос. «Просыпайся и добро пожаловать в королевство». Какое еще королевство, сонно спросила Аня, мы же в Англию и летели. Англия – это только часть страны, которая называется Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. В его состав входят Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия. Сейчас мы подлетаем к ее столице – Лондону. Ему почти две тысячи лет. Внизу поплескивала река, на которой стояли невидные красоты старинный дворец, а рядом с ним здание, похожее на огромные яйца и кубы из стекла, казалось, построенное инопланетянами. В следующий просвет между облаками Аня увидела колесо обозрения с такой высоты, что самолет мог вполне зацепить его крыльям. Это все впечатления авторов, которые многократно в Англию летали именно таким маршрутом. И дальше мы чуть-чуть прерываем рассказ, и вот вы видите фотографию с урока, и проверяем знания вот этого рассказа в формате ЕГЭ. То есть здесь же мы им предлагаем вопросы, значит, это обучаем технике поискового чтения. Многие учителя мне написали, работающие во втором классе в этом году, что ребята впервые столкнулись с таким видом работы. Мы с вами, учителя иностранного языка, всегда на переднем крае обучение даже стратегиям чтения. Хотя странно, ведь в русском языке это тоже, наверное, используется очень широко. Итак, задание номер один. Выбери правильные ответы на вопросы. Для того, чтобы правильно ответить, найди части текстов, в которых есть нужная информация. Первое. Полное название страны, в которую полетела Аня. А. Англия, Б. Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии. Кстати, одна ученица пишет, к пятому уроку, ребята, большинство ребят выучили название страны, а одного мальчика спросили, ну, какова же столица вот этой страны? И он сказал, Москва. А остальные второклассники были очень возмущены, почему же Москва все-таки. Дальше. Второе. Соединенное королевство состоит из одной части, из нескольких частей. Англия – это часть Соединенного королевства, столица. Жители Соединенного королевства говорят на английском, ирландском, столица Соединенного королевства – Англия, Лондон. То есть там, где мы еще, мы все время подключаем, одним из наших принципов является опора на родной язык, который нам очень помогает, и она должна быть обязательна во втором классе. Во втором классе ведь главное не навреди, не отпугни. А дальше мы предлагаем, опять же, в связи с, то есть, следуя реализации идеям стандартов, кстати, вот тут, боюсь, пропущу вопрос, пишут, что есть идея обращаться к материалам ВМК, песням, играм, становедческим сведениям во внеурочной деятельности по английскому языку в начальной школе. Можно организовать клуб Happy English. Пишут некоторые замечательные идеи. «Достаточно ли только ваших учебников?» Замечательное задание. Хорошо, сейчас скажу, достаточно ли. Теперь второе. «Посмотри на карту мира и найди на ней Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии». То есть мы, естественно, воспитываем, развиваем эрудицию, опять же, в связи с идеями стандарта, и все время будоражим их мыслительную деятельность, обращаемся к их опыту еще из других источников. То есть здесь идут межпредметные связи. Представь, посмотри на карту мира, найди на ней Соединенное королевство, какими морями и океанами оно умывается. Кстати, хочу сказать, что огромное спасибо Алексею Васильевичу Конобееву, который для каждого урока, вот не помню, в третьем, четвертом классе, но второго класса, выложил видеоресурсы, и многие учителя очень с благодарностью пользуются. То есть весь полет над Лондоном уже идет как видеосюжет. Это мне помогают вот сотрудники издательства, в частности Алексей Васильевич Конобеев. И дальше мы, опять же, с первого урока во втором классе начинаем формировать навыкаудирование. То есть представить себя на месте Ани, ты в огромном международном аэропорту, вокруг тебя люди разговаривают на разных языках. Послушай разговор людей, попытайся, какая пара говорит по-английски, то есть слышат три диалога на английском, французском и немецком, узнают. Где-то 95% догадывается, какой диалог на английском звучит. А дальше снова послушай разговор по-английски еще раз, попытайся догадаться, о чем идет речь. Воспитываем языковую догадку, поисковое аудирование. И в этом ребятам помогает, опять же, их опыт, вообще жизненный опыт. Такие слова, как окей, проблем, ресторан, кофе, кафе. То есть это слова cognates, которые одинаково звучат как на русском, так и на английском языке, но приблизительно можно узнать. И что помогло тебе догадаться? Опять рассуждаем с ребятами. И опиши, как звучит английский язык. Опять же, обращаемся к эмоциональной сфере. И в конце предлагаем выполнить в рабочей тетради домашнее задание. Еще раз повторяю, все домашние задания во втором, третьем, четвертом классе находятся в рабочей тетради. Вопрос, достаточно ли только ваших учебников для ГИА? Дорогие друзья, вы же понимаете, что мы не можем влезть в головы каждый год составителей ГИА, и не можем вам точно сказать точно, какие там конкретно будут задания. Но темы грамматические, заявленные в программе, и лексические, очень полно и широко освещены в наших учебниках. И я думаю, что когда ГИА составляются, составители, естественно, ориентируются на учебники федерального списка. Как поставлены слова в предложении, здесь мы, конечно, гарантии стопроцентные дать не можем, но то, что мы даем прочные знания по языку, здесь я даю вам полную гарантию. Ну вот как мы готовим к ГИА в шестом классе? Например, один из примеров, это, значит, вот перед вами страница шестого класса. Сначала мы предлагаем listen to the conversation and answer the questions. Exercise number four, read the conversation. Диалог называется let's help Alice. То есть любое, я говорила, задание коммуникативное. Опять мы создаем ситуацию, девочка Alice потерялась, и наши герои Миша и Робин пытаются ей помочь. Вводим союз because, и далее проверяем то, как ребята поняли содержание текста в формате, в современном формате, в формате ГИА и ЕГЭ. То есть здесь, опять же, идет чтение с извлечением, поисковое чтение с извлечением нужной информации. Choose the right answer. Alice can't find her friends at the museum because, и multiple choice, идет, because they have gone, they are playing outside, they are in France. Alice's friends have gone because they don't like Alice, it's 11 o'clock, they are very busy и так далее. То есть здесь мы подключаем и because, то есть новый материал, и проверяем задание. А следующее задание тоже в формате, то есть у нас практически все задания написаны в современном формате. Упражнение номер 6. Imagine that you get lost in England. What will you do in this situation? Why? Match the parts of the sentences and use them for ideas. То есть matching – это тоже формат ЕГЭ. Кстати, хочу дать комментарий. Мы никогда не оставляем учеников беспомощными. То есть не даем задания, не дав опоры. А в шестом классе опоры еще требуются. То есть сначала ребята выполняют, то есть делают match, работают с опорой, выбирая нужное задание из второй колонки. А затем учитель, и даем, естественно, свободу для творчества учителю, может предложить ребятам на основе того, что они уже потренировались, то есть какую-то мы опору создали, фундамент создали, придумать конкретно уже, то есть сначала идет репродуктивное задание, а затем продуктивное, конкретно свои какие-то несколько примеров. Но ни одно из наших заданий не бывает без опоры. Сначала опора, сначала тренировка, сначала дрилл, а только потом уже продуктивная речь. Вот еще пример. Очень интересный пример из шестого класса, как мы выходим на говорение. Это одна из игр. Создаем, опять же, коммуникативную ситуацию. Говорение. Обратите на это внимание. Итак, упражнение номер четыре перед вами. Это учебник шестого класса. Плей гейм, ask and answer questions about these inventions, start with who, what, when and what, fill in the table in your workbook. А вообще-то учебная задача – это дрилл, future, употребление future, сейчас, одну минуточку, future simple. То есть, вот как раз в теме того, что я вам рассказывала о том, что мальчик из настоящего попал в прошлое, рассказывает, что же будет изобретено. Посмотрите, как многофункционально наше задание. Итак, условия игры. Представьте себе, что вы оказались на месте Роба Маквизарда в прошлом. И знаете, что и когда изобретет человечество. Расскажите об этих изобретениях. Игру начинает A. Он, в скобках она, задает все свои вопросы по всем карточкам, постепенно заполняя их. После этого свои вопросы дает B, который заполняет свои карточки. По окончании игры карточки сравниваются, записи в них должны быть одинаковые. И вот карточка для A на странице 38 перед вами. А карточка для B, чтобы вам понятно было, так сказать, об чем спич, как говорят у нас в Одессе, на странице, из страницы 63 взята. И вот карточка A, вот карточка B. То есть, учебные какие задачи. Мы создаем реально коммуникативную ситуацию для работы в парах, то есть работают парно, задают вопросы, отвечают на них, заполняя пробелы в своих карточках. То есть, если, обратите внимание, вопрос A, карточка номер 1, найдите и карточка, если вам видно, и карточка, напишите, видно, нет, участвуйте, интересно вам, и карточка 1 для B. И модель A задает вопрос, потому что, а вообще-то у нас главный адрес специальных и общих вопросов, специальных вопросов во Future Simple. Значит, A видит только имя Thomas Adams, и он должен начинать с when и с what. Значит, A спрашивает первое, what will Thomas Adams invent? А у B есть ответ, и он должен сказать, написано the chewing gum. И B должен сказать, he'll invent the chewing gum. Дальше у A пробел, на чём он должен начать с when, то есть what and when, что изобретёт и когда изобретёт. When will he invent chewing gum? У B есть ответ, in 1870. То есть, B отвечает, то есть, A воспринимает на слух и письменно заполняет карточку. Ну, извините, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Как вы считаете, много ли учебных задач выполняется с помощью этой игры, и не гениально ли изобретение? Видите ли, вот и сразу вопрос. Раздаточный материал в рабочих терапевтах на плодной бумаге. Вы знаете, я говорила с нашим отделом производства, вы знаете, мы можем сделать на золотой бумаге. Даже, ради бога, по примеру Милли учебников, издательство издало на картоне раздаточный материал. Ведь всё определяется ценой, вы понимаете. Но цена этого раздаточного материала большая, и продаётся он не так хорошо, как хотелось бы издательству. Поэтому мы рекомендуем раздаточный материал сразу же, не пожалеть времени, наклеить на плотную бумагу, наклеить на картон и работать. Вы знаете, это можно сделать, но цена большая, и покупаться это будет плохо. Всё сделано нами для удобства и облегчения труда и жизни учителя. Если будет дорогая рабочая тетрадь, ученики и их родители не будут покупать их. И это я вам говорю, исходя из большой статистики. Восьмой класс. Мы в восьмом классе целенаправленно, это мы говорим с вами о подготовке к сдаче ГИА и ЕГЭ. В восьмом классе мы целенаправленно уже готовим к сдаче ГИА, знакомим со стратегиями чтения перед вами. Значит, сначала мы говорим, что бывает чтение разных видов. To understand every little detail, to understand the main points, to find specific information. И дальше мы предлагаем сразу в третьем задании, вот видите, match the instructions with the purposes of reading. То есть не просто даем правила, а сразу говорим, вот заголовки и сделайте match, это тоже формат национального экзамена. А в пятом упражнении предлагаем сделать очень интересное задание. Read the problems and answer the questions. What are the purposes of these children? И вот первая девочка читает, что my mother has read a very interesting article about dogs in this newspaper. I'm looking for this article. И в модели мы говорим, что вот number one, she is looking for specific information. То есть это поисковое чтение для извлечения нужной информации. То есть в восьмом классе мы обучаем уже целенаправленно, я говорила, со второго класса начинаем делать, но в восьмом классе, вот видите, как мы работаем над обучением, стратегиям чтения и над всеми остальными видами речевой детства, от фразовыми глаголами очень много работаем и так далее. Да, нужно клеить. Вот пишут, Татьяна, сначала, когда я смотрела это задание, то есть я имею в виду шестого класса, для меня было не очень понятно, спасибо, теперь все ясно и предельно просто. Очень полезно для учеников, да, я имею в виду шестой класс, работа с карточками, во-первых, там очень много задач решается, во-первых, расширение познавательного интереса, эрудиции учащихся, тренируем, отрабатываем употребление специальных вопросов о Future Simple, и это очень интересно. Ребята узнают о многих изобретениях, кем они были сделаны, это и Чуэнгамы, телефоны, радио, и когда они были сделаны. Десятый класс. Вот сейчас мы с вами приступаем к десятому классу, и немножко, вот, как вы говорили, какие изменения были сделаны в учебниках десятого и одиннадцатого классов. Значит, по десятому классу, слушайте очень внимательно, значит, есть сейчас учебник под федеральный компонент, сейчас только он и есть для десятого и одиннадцатого класса под федеральный компонент. Какие же изменения были сделаны в учебнике, в новом учебнике, который появится под ВГОС? Значит, первое. Все тексты, темы, упражнения оставлены, как и были, изменено, исправлено несколько очень незначительных опечаток. Все. И в десятый класс добавлены раздел по, кстати, по просьбам учителей, которые опробировали учебник одиннадцатого класса и были очень довольны. В учебник десятого класса добавлены, после каждого раздела добавлены главы, это два урока, exam know-how они называются. Взяты они из учебника одиннадцатого класса, правда, не слепо взяты, а очень модифицированы, исправлены и так далее, то есть слепо брать нельзя из учебника одиннадцатого класса. В первом разделе мы обучаем, как писать письма личного и официального характера, во втором классе мы обучаем стратегиям чтения, во втором разделе, в третьем разделе – аудирование, в четвертом – написание эссе. Как это организовано? Очень интересно, рекомендую ознакомиться вот в десятом классе, кто работает с этими главами в учебнике одиннадцатого класса, который сейчас существует. Мы даем не только задания, но и разбираем эти задания, даем ответы и объясняем, почему этот ответ верен, а этот ответ не верен. То есть весной появятся новые учебники десятого, одиннадцатого класса с уголком в ГОС, рекомендую их приобрести, уже использовать в работе и с десятом, и с одиннадцатым классом. Вот я вам дала, значит, разворот учебника для десятого класса под в ГОС. Кстати, все упражнения и в учебниках десятого, и в учебниках одиннадцатого класса под в ГОС теперь будут предваряться формулировкой цели. Какую же цель преследовали авторы, предлагая то или иное упражнение? И вот мы говорим, что ребятам советуем, что, значит, для того, чтобы научиться работать вот с такого вида текстами, значит, просмотрите снова в разделе учебника упражнения, предваренные вот такими, значит, плашками. То есть перед каждым упражнением есть плашка. Какова же цель? Prediction, presenting and justifying, identifying relevant information, transforming statements, building up vocabulary, establishing Russian-English correlations, evaluating information, reading for gist, reading for specific information, guessing meaning from context. То есть здесь, как я говорила, мы работали с преподавателями Эссекского университета, каждое упражнение, уже начинается целенаправленная подготовка к ЕГЭ, предварено целью, чему же посвящено это упражнение, какую задачу выполняет это упражнение. Перед вами разворот учебника десятого класса, как мы предлагаем, как мы обучаем работе с текстами. И вот мы говорим, первое, значит, обучаем. При работе с текстами обычно предлагается выполнить следующие типы задания. Первое. Установить соответствие приведенных утверждений прочитанному тексту. True, false, not stated. Второе. Выбрать один правильный ответ из предложенных вариантов. Multiple choice. Третье. Заполнить пропуски. Заполнить пропуски. Information gap filling. Четвертое. Установить соответствие между частями текста и заголовками вопросами и утверждениями. Matching. И пятое. Установить логическую последовательность и расположить части текста в правильном порядке. Ordering. И далее даем сначала теорию установления соответствия приведенных утверждений прочитанному тексту. True, false, not stating. Необходимо убедиться в том, что вам полностью понять это смысл утверждения, прежде чем начнет читать. Прочитав утверждение, попытайтесь предсказать возможный ответ, исходя из здравого смысла. Приступайте к поиску ключевых слов и выражений. Как только вы найдете, проанализируйте их, абстрагирующих от предлагаемых утверждений. Убедитесь в том, что вы правильно поняли нужные фразы. Затем снова сравните их с утверждениями из задания. При выполнении такого типа задания необходимо гибко использовать разные технологии чтения. Поскольку в одном вопросе вам необходимо будет найти только ключевое слово, а для ответа на другой вопрос внимательно прочитать целый абзац. Предложение классифицируется как правильно, если оно соответствует информации из текста, и как неправильно, если оно противоречит ей. Если на вопрос невозможно ответить да нет, то информация в тексте отсутствует. Все это кажется очевидным, однако задания такого типа всегда представляют определенную трудность. Утверждения, как правило, слегка отличаются от предложений из текста. Часто сложность вопроса заключается в понимании разницы между общей и конкретной ситуацией, фактами и мнениями, мнением самого автора и тем, что он цитирует. Для того, чтобы правильно ответить на вопрос задания, обращайте внимание на, и мы там предлагаем, так сказать, все эти стратегии чтения. Значит, все вот эти разработки мы делали, буквально апгрейдивали, а мы, кстати, все свои учебники постоянно будем апгрейдивать. Мы постоянно, вот меня спрашивают, будет ли, да, будет. Мы будем создавать так называемые companions каждому учебнику, почти чуть ли не каждый год будет выходить рабочая тетрадь, например, номер 3, с современным, с материалом сегодняшнего и завтрашнего дня. Все, что мы привели сейчас в разделах экземноу-хау, это материалы, которые мы получили, познакомились, прочитали вот этим летом, работая в Лондоне и в Эссексе. То есть материалы современные, мы их все время будем, я говорю, апгрейдивать. И мы вот предлагаем, как работать, учим, как работать с утверждениями. Говорим, то есть предложения на плашках и предложения вот из текста одно, значит, согласитесь с этими утверждениями, опровергните их, почему вы считаете, что нет, и объясняем. Вот видите, вот даже внизу написано «ответ». То есть мы сначала предлагаем ребятам подумать, и мы не только контролируем, а мы вот действительно в этих разделах обучаем. Обучаем. Вот это 10 класс. Теперь 11 класс. То же самое. Дан раздел после каждого юнита, дан раздел экземноу-хау, совершенно новый. То есть то, что сейчас у нас вот существует в учебнике 11 класса, мы перенесли в учебник 10 класса с некоторыми, вот в разделе чтения с очень большими изменениями. А в 11 классе мы каждому разделу написали новый раздел, причем после каждого юнита вот этот раздел экземноу-хау содержит задания и разработки по всем видам речевой деятельности, и по чтению, и по письму, и по говорению, и по аудированию. То есть в каждом разделе 11 класса это совершенно новое. Ждите выхода учебников весной. Я думаю, тот, кто готовится к 11 классу, может быть, успеете это использовать. Очень полезные задания, именно данные с ответами, с разработками для того, чтобы и ребята, и учитель смогли поучиться. Вот пишут здесь, что считаю, что материал доступен. Пишут, спасибо, что добавили эту рубрику в 10 класс. Это очень своевременно с точки зрения, что ученики начинают планировать сдачу Эгеймена в это время. Солидарно с Лебедем, материал доступен ученикам. Спасибо вот за то, что вы работаете со мной. И 11 класс уже мне, при моем зрении, невозможно здесь прочесть с экрана. Может, вам это удастся сделать, но вы сможете проанализировать дома и увидеть, что мы даем, так сказать, все, тренируем по всем видам, по разделам речевой деятельности. Но вот я еще раз повторяю, невозможно, естественно, все предвосхитить. Мы не можем влезть в головы экспертов и сказать, что используйте вот именно такую лексику и так далее. Но грамматика дана не только с соблюдением программных требований, но и выше, я хочу сказать, выше. И все время ждите вот наших этих компененц. Мы будем в доступном виде их издавать, в довольно дешевом, чтобы она всегда была доступна учителю. Будут выходить где-то они, скажем, например, в сентябре, в октябре, чтобы вы смогли подготовиться. То есть все новое, то, что есть в российской методике, в западной, мы будем использовать в наших разработках. Вот сейчас гордость наша, это вот разработки экземноу-хау к 11 классу. Кстати, учителя часто обращаются, что, пожалуйста, дайте ответы на ваши тесты, на ваши вот экземноу-хау, и мы идем им навстречу. Вы знаете, дело в том, что учителя, многие пишут, что они учатся по нашим учебникам. Поэтому и в онлайн-консультациях на EnglishTeach.ru мы даем ответы к нашим тестам и будем давать ответы к некоторым трудным заданиям. Мы пишем, мистер Хелп, но, вы понимаете, просто задыхаемся и не успеваем в книге для учителя, которую мы сейчас готовим для 11 класса, ко всем проблемным упражнениям, с нашей точки зрения, для, например, молодого, неопытного, начинающего учителя, для которого английский язык – это не первое образование. Мы даем ответы на упражнения. Не даем, может быть, подробных таких же вот консультаций, как мы даем сейчас в экземноу-хау, но даем ответы. То есть мы все время открыты для диалога, для дискуссии и для консультации. Не стесняйтесь обращаться. Это естественно. Я всегда говорила своим ученикам, первое, главное условие – это не стесняйся задать вопрос. И поэтому вот все наши учебники, они именно помощники, они, как наша мечта, чтобы наши учебники стали настольной книгой ученика. Они помощники, потому что ученики не боятся, это английский – это не монстр. Это очень интересная и увлекательная книга, где очень доступно, логично и подробно изложен материал, которым можно овладеть и можно пользоваться. И мы все время даем понять, например, у нас вот эти рубрики, где Аня задает вопрос Ворону. Это же вопрос, который, естественно, возникнет у ребенка, 8 лет у ребенка, 11 лет, 13 лет у ученика. Мы всегда вопрос предвосхищаем, сами задаем этот вопрос в учебнике и очень подробно и доступно отвечаем на него. То есть хотим, чтобы ребята не боялись открывать учебник, а с интересом его открывались и всегда знали, что в учебнике они найдут поддержку. Там даны и англо-русский словарь, и в конце каждого учебника, и рабочие тетради, даны подробные грамматические справочники, даны консультации. Кстати, в 10 классе у нас два грамматических справочника. Новый материал, который мы считаем новым в 10 классе, дан в грамматическом материале, в грамматическом справочнике учебника. А весь старый материал со 2 по 10 класс, то есть который уже изучен в наших учебниках, дан в рабочей тетради 10 класса. То есть еще один грамматический материал. Ну, вот тут пишут, что ответ экономит время учителя при проверке работ, мы это знаем. Кажется, вы самые мобильные авторы, возможно, постоянно поддерживать учебный курс в русле и современной жизни. Это просто замечательно, и спасибо вам, да. То есть, вы понимаете, наша жизнь – это наши учебники. И поскольку мы им дали жизнь, это наши дети, мы до того, пока хватит сил, будем, естественно, их поддерживать, поддерживать их жизнь, вести их по жизни, для того, чтобы они дошли до нашего главного адресата, российского ученика. Чтобы мы было не стыдно открывать, он не боялся рот открывать на английском языке. Вот что самое главное. Ну, вот пишут, что спасибо за оказание методической помощи классной УМК. Не стыдно знать, стыдно не спросить, ведь все узнают одну и ту же информацию в разное время. Да, вот именно. Очень-очень мудрое высказывание. И для того, чтобы на какой-то такой ноте, такой лиричной, домашней, завершить свой УМК, я хочу привести, сказать вам о том, что мы очень благодарны учителям. Наши главные помощники – это учителя, которые берут наш УМК и знакомят с ним наших детей, которым он и адресован. То есть без вашей помощи нам ничего не сделать. Вот хотелось бы прочитать отрывок, опять же, из дневника Татьяны Геннадьевны Митюгиной. Она говорит, что в 10 классе мы работали по УМК Happy English.ru и с нетерпением ждали его продолжения для 11 класса. Учебник появился только в августе. Я читала его как роман с продолжением. Мне было все интересно. Лексика, грамматика, сюжет читала и не могла оторваться. По ходу чтения представляла, как ввести тот или другой материал, что я буду делать на конкретном уроке. Представляла своих учеников, что может заинтересовать их, как они воспримут материал учебника. Я хотела бы сейчас вам сказать, а затем предложить послушать песню последнюю в нашем семинаре. Главное, например, в 10-11 классе, это действительно достучаться до этих довольно сложных подростков. И мы занимаемся не только обучением ребят английскому языку, но и мы с вами воспитатели их чувств. Обращаемся к их эмоциям. Вот сейчас вы послушаете песню «Leaves of Autumn», которая действительно настраивает это открытие 11 класса, настраивает на нужную атмосферу, воспитывает мотивацию, опять же, к изучению языка. А дальше я вам расскажу интересное продолжение. Грузимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И когда вот именно такая тишина Для учителя это очень важно А на следующий урок Ребята принесли перевод текста песни Я до тебя не знал такой любви Твой образ вновь и вновь я возвращаю Мой мир перевернув тебе пришлось уйти Живу я во вчера, как дальше быть не знаю И листья осени меня лишь окружают Весь мир под осенними листьями скрыт Кружат у окна они, падают сверху на крыши Полмира они пролетят, чтобы достичь Шепнуть тебя, любимый, слышишь? То есть это пример того Что наши ученики могут многое Если это им интересно Если им это нравится Они всегда найдут время То есть на следующий урок принесли Эта песня уже лежит И песня Just in my dreams Написанная для 10 класса Лежат на многих сайтах, в контактах Пишут, послушайте, какая чудесная песня И так далее, и так далее, и так далее То есть я хочу сказать, вы правы Мы все время Со временем в ногу идем Мы все время хотим Чтобы это было интересно Чтобы это было актуально Что И доказать, что отечественные учебники Не хуже А может быть во многих аспектах Лучше, чем западные Потому что это пишут Российские авторы Которым действительно близки и понятны Проблемы, с которыми сталкиваются Ученики, которые учатся по этим учебникам Вот пожелают творческих успехов И пишут, что работала по всем учебникам С 5 по 11 класс Они замечательный вопрос От методического объединения В былые времена на уроках английского языка Вели словари, слово, транскрипции, переводы Проводили обязательные словарные диктанты В конце каждой день Как вы относитесь к таким видам работы с лексикой? Вы знаете Как говорила Татьяна Борисовна Клементьев С которыми были хорошо знакомы Еще работали В Happy English Ничего не бывает лишним Конечно, это неплохо Если хватает времени Еще раз скажу Что нами Вот при том, как мы задумывали урок То есть виды работы Перечисленные уроки То есть у нас очень дозировано Каждый учебник расписан И нами То есть письменные работы Нами предусмотрены В Дома И в рабочих тетрадях Мы экономим время ученика и учителя Там Вставь букву Раскрой скобки И так далее Вы же понимаете Что особенно Маленькие дети Они одно предложение будут писать В течение Там пяти минут А что же дальше делать То есть Мы Значит Не настаиваем На ведении словарей Поскольку в учебнике есть словарь И на словарных диктантах Не настаиваем Но Если учитель опытный Если у него продуман весь урок Если есть время Если он знает Что ученики будут в темпе работать То почему бы и нет Но мы как авторы Не настаиваем Вот тут пишут Песню Just in my dreams Дети сразу же скачали себе на телефоны Приняли сразу же Потом исполнили на концерте Главный подарок для меня Что главное Что дети поняли Дошло до них И что Вы понимаете Ведь мы с вами Опять же Вот на передовой Перед этим мутным потоком стоим И наша задача Действительно И воспитание Гражданина Не побоюсь этого слова И патриота Человека уважающего Культурные ценности Своей страны И в этом И песни И вообще Все содержание учебника Оно очень интересное Помогает Ну вот здесь Я бы хотела Завершить Поблагодарить вас Мне самой сегодня Понравился наш вебинар Очень продуктивный Жду ваших вопросов Будем работать Предложений Всегда откликнемся Здоровья вам И вашим близким До скорых встреч Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому